Я вообще призываю всех отказаться от посещения подобных заведений, как зоопарки, цирки и тем более контактные зоопарки, потому что животных лучше наблюдать в естественной среде. Защищать животных Виталий начал еще два с половиной года назад. Тогда в Красноярск приехал дельфинарий из Воронежа и три недели давал представление. Мужчина рассказывает, когда увидел, в каких условиях содержит дельфинов, не смог с этим смириться и пройти мимо. И сразу создал петицию по запрету дельфинария. Она начала набирать подписи и привлекать СМИ. После последовал одиночный пикет и согласованный с властью митинг. Однако все призывы общественника ни на что не повлияли. В дельфинарии приехала проверка, но так ничего противозаконного не нашла. После этого случая защищать животных для мужчины хобби. Виталий считает, что братья наши меньшие не должны страдать и поддерживает запрет контактных зоопарков. Я вообще против любой коммерческой деятельности с использованием животных. Потому что мы не имеем на это права. По себе знаю, что дети, эти же контактные зоопарки в основном для детей делаются. И с помощью детей они зарабатывают деньги. Потому что взрослый человек туда не пойдет, ему это неинтересно. А дети еще не могут понимать, причиняют ли они боль животным или нет. Травмируют их как-то или нет. Власти, видимо, прислушались к участившимся случаям пикетов в защиту животных и приняли закон, запрещающий жестокое обращение с ними. С 1 января 2020 года в силу вступили ограничения для работы контактных зоопарков. Теперь они не могут находиться в торговых центрах. А у животных должно быть свое место, чтобы укрыться от посетителей. Также зверей нельзя брать на руки и заходить к ним в клетки. Однако про федеральный закон в Красноярских зоопарках будто бы не слышали. Сейчас в городе не так много мест с животными. Одно из них – страна Энотия. Сегодня этот зоопарк работает в прежнем режиме. Вообще-то такая зоопарка там совсем другая. Там не говорится о том, что зоопарки запрещаются в торговых центрах. А где запрещаются? Вообще, как я поняла по закону, что запрещается перевозить животных с места на место. То есть у нас здесь животные рождаются. У нас это место постоянного жительства. То есть они здесь живут, постоянно находятся, поэтому закон конкретно нашего зоопарка не касается. Вы не собираетесь закрываться? Нет, конечно. Работаете в стандартном режиме? Да, как обычно. И люди трогают животных руками? Конечно, можете сами зайти потрогать. Нам удалось связаться с руководством зоопарка по телефону. Хозяин организации заявил, что знает про нововведение и закона не нарушает. Действительно, некоторыми статьями закона, пунктами некоторых статей запрещается организация культурно-зрелищных мероприятий с животными, основной целью которых является предоставление физического контакта. Но нашей основной целью не является предоставление физического контакта с животными. Именно это написано у нас в правилах. В правилах написано, что мы вообще не гарантируем контакта, а оплата посещения зоопарка гарантирует только экскурсию. В главном зоопарке города запреты поддерживают. Там рассказывают, что зверинцы, которые не стремятся к улучшениям и существуют только для того, чтобы зарабатывать деньги на тесном контакте с животными, скорее всего, закроются. Вступили в действие требования по содержанию животных в зоопарках, цирках, зоосадах и в других учреждениях. Эти требования, конечно же, подтолкнут владельцев к изменению условий содержания, особенно нерадивых владельцев. Юристы говорят, что хоть закон и вступил в силу, но пока по факту ничего не изменилось и конкретных наказаний за нарушение не предусмотрено. Непонятно также и то, кто будет следить за исполнением закона. Анна Петрова, Владимир Антонов, Новости ТВК.